Привет и добро пожаловать в эксперименты! И сегодня мы постараемся получить самого уникального ребёнка в паре между Дедом Морозом, а также Духом Сулани. Будь ласка, подпишись на мой канал, потому что до 100 тысяч подписчиков осталось всего лишь 15 тысяч 900, и каждый из вас смог бы мне помочь. Поэтому, ребятки, пожалуйста, вступайте в мою армию. Итак, давайте начнём эксперимент. У нас есть Дед Мороз, который одет вообще не для жары, поэтому давайте мы его переоденем, так как Сулани у нас очень жаркий город, и надеюсь, что у Деда Мороза есть что-нибудь для жары. Что у него, кстати, есть? Посмотрите. Так, вот это, кажется, одежда для жары. Как раз-таки подходит. Да, он одевает солнечные очки, намазал даже крем от жары, посмотрите, от загара точнее. И давайте, наверное, сейчас мы вызовем духов Сулани, потому что я добавил черту характера для нашего Деда Мороза, а точнее его зовут Клим Мороз. И я очень надеюсь, что к нам придёт призрак женского пола, потому что иначе ничего и не получится. Так, пришёл какой-то мужичок, который мне очень неинтересен. Мне нужна женщина. Где она? Да! К нам... О, боже, я перепутал, простите. Я перепутал, это не женщина. Ладно. Так, подождём, должен прийти ещё один призрак. И это женщина! Да, это то, что нам нужно, поэтому мы быстренько с ней знакомимся. Её зовут Нида Норрис. Смешно представиться. Нам нужно с ней подружиться и позвать к нам в семью. Мне кажется, очень симпатичная девушка, посмотрите. Она молодая, а наш Клим Мороз взрослый. И нужно им сделать просто замечательные отношения. Я думаю, что сразу можно даже сделать романтику. Почему бы и нет? Да. Дедушка Мороз может поторопиться с этим. И нам нужно предложить ей переехать к нам. И тогда она станет человеком. Обретёт своё тело. И мы сможем сделать ребёнка. И... Всё будет здорово. Посмотрим, сможешь ли ребёнок получить сразу две черты характера. Так, постойте. Две уникальные черты характера. И, кстати, Дед Мороз очень богатый. Посмотрите, у него 500 тысяч миллионов. Охренеть, просто полляма. Так, давайте мы сейчас с ней заведём романтику. Нужно будет её поцеловать. Первый поцелуй. Да, очень горячая симка. Клим добрый персонаж. Добрые персонажи хотят улучшить мир и счастливы, когда окружающие их персонажи счастливы. Нида и Клим оба впервые целуются. Ребятки, здесь зарождается просто какая-то династия, мне кажется. И нам нужно зачать ребёнка, да? А если ещё, прикиньте, добавить черту характера на тёмной линии, тогда родится очень особенный ребёнок. Но нет. Нет-нет-нет. Меня сейчас интересует совершенно другое. У неё есть черта характера? Да, у неё есть черта характера энергия Сулани, а у него пока что здесь ничего нету. Ну, в принципе, и ладно, потому что черта характера должна появиться у ребёнка. Итак. Нам нужно как-то зачать ребёнка, давайте мы это сделаем. Думаю, что всё должно получиться. Кстати, некоторые писали насчёт черта характера на тёмной линии, что, типа, эта черта характера участка помогает завести ребёнка-вампира только вампиром. Но, ребятки, нет. Эта черта характера помогает завести ребёнка-вампира даже двум обычным персонажам. Не обязательно, чтобы один из персонажей был вампиром. То есть, совершенно обычные симы могут родить вампира. И как раз в каких-то чертах характера очень крутая. Но сейчас не об этом. У нас тут зарождается история. Достаньте свечи, настройте на романтический лад. Клим и Нида собираются в первый раз заняться в уху. И всё, я ускоряю. А те духи остались? Нет, они, видимо, решили свалить. Ну, ладно. Давайте я немного ускорю. Кстати, очень пустой дом. Вот, реально, очень пустой. Вообще ничего нет. Две кровати и две пустые комнаты. Ну, видимо, просто решили сэкономить. Так, давайте я ускорю и... Пора будить персонажа. А что это такое? Первый в уху с новым персонажем производит неизгладимые впечатления. А почему у них одинаковые? А нет. Она просто возбуждённая, а он нет. Странно. Так, надеюсь, что она беременна. МС-беременность. Да, она беременна мальчиком. Я думаю, что, в принципе, один ребёнок... Да, это будет достаточно. Фаза беременности, роды. И давайте мы сейчас поставим кроватку. Многие писали насчёт МС, командный центр МС-беременность. Что это какой-то рэпер прям. Это реально звучит очень смешно. А где наша кроватка? Давайте купим какую-нибудь вот такую. МС-беременность. Так, а ты можешь рожать? А почему она не может рожать? Всё, она идёт рожать. Давайте, ребятки, посмотрим. Это просто будет самый уникальный, самый особенный ребёнок, который мог родиться в Симс 4. Потому что у него будут увеличенные баллы счастья. Это во-первых. А во-вторых, он сможет управлять вулканом. И не только. Ещё он сможет, кажется, улучшать качество растений. Родился ребёнок. А вы прикиньте, да, ещё сделать из него гибрида. Это вообще будет просто ультра-персонаж. Так, давайте мы сейчас сделаем его старше и посмотрим на его черты характера. Чем же он там обладает, что он может и... Пускай он будет очаровашкой. Охренеть. Вы только посмотрите на этого маленького ребёнка. Он прям, знаете, как будто... Молодой персонаж, застрявший в маленьком теле. Вот как-то так. Он прям... Охренеть. Он очень большой. Ну, в плане, что он очень взрослый выглядит. Так. Ну что, давайте посмотрим. Посмотрим, посмотрим, какие у него черты характера. Ну-кась. Положи его, пожалуйста, обратно. Его зовут Абдурахман Норрис. Так. И можешь, пожалуйста, выйти сюда. И давайте посмотрим на его черты характера. Очень надеюсь, что там будет две бонусные черты характера. Поэтому смотрим. Итак, во-первых, он малыш Деда Мороза. И также Энергия Сулани. Да, это уникальный ребёнок, который может обладать магическими способностями. У него повышенные баллы счастья. Но сейчас почему-то их нет. Хотя у Тоддлеров должны быть желания, насколько я помню. Но нам придётся, наверное, всё-таки приготовить торт и сделать ребёнка старше. И многие спрашивают, почему я всё время готовлю торт. Да потому что иначе по-другому вообще никак нельзя взрослеть ребёнку. Потому что тогда появляются какие-то баги, которые нам нежелательны. А нам нужен чистый эксперимент. Поэтому торт нам в помощь. И через него всё хорошо, дети вырастают правильно. И Дедушка Мороз уже пошёл обучать своего сыночка. У него, кстати, очень интересный цвет волос. Такого цвета волос нет ни у матери, ни у отца. Так что, скорее всего, в подростковом возрасте он унаследует волосы от Дедушки Мороза. Потому что у детей нету седых волос или белых. Поэтому это интересно. Возможно, реально у него будут белые волосы, как у отца. Так, давайте немного ускорим и проверим как раз-таки эту гипотезу. Ну что ж, получи навык кулинарии. Спасибо. А ребёнок ничего не умеет делать? Нет, маленький ребёнок ни на что не способен, к сожалению. Плакать. Он может только плакать. Хорошо, добавляй, пожалуйста, свечу на торт. И давайте будем делать его старше. По-моему, это тут свечи. Абдурахман. Ну-кась. А чё он грустный, кстати? Что ему не нравится? Слишком много слов. Видимо, тяжело ему сейчас обучаться, но... Ты у нас самый уникальный ребёнок, так что... Всё будет в порядке. Давайте ускорим. Ага. Интеллект. Так, у него теперь совершенно другой цвет волос. Ладно. Добавить свече на торт. Или такой же был? Нет, кажется, поменялся. Загадать желание. Он похож на отца. Больше всего. По внешности. И сейчас у него должны появиться белые волосы. Верно? Нет. А, да. Появились белые волосы. Как раз как у отца. Значит, он наследовал этот цвет волос. Также цвет глаз у отца. Точно такой же, да? И он ещё может стать сверхъестественным персонажем. Ну-ка, выйди сюда. Покажись. Покажись, покажись. Малыш Деда Мороза. Кстати, а... Черта Малыш Деда Мороза, она передаётся по наследству дальше? Или нет? Нет, потому что здесь написано, что Дед Мороз это отец. Хм... Мне кажется, что всё-таки это одноразовая черта характера, потому что, ну... 37. 37. Смотрите, у него реально увеличенные баллы счастья. Ну, постойте. 25. Видите, вместо 25 у него 37. Давайте уберём, посмотрим, что там ещё есть. Здесь тоже 37. Я хочу посмотреть на 75. Кажется, должно быть вместо 50. Если это будет... Ну, почему-то ничего нет. 37. Вот, 75. 75 вместо 50. Так что, это реально увеличенные баллы счастья. И... Давайте проверим остальные его способности. Ну-ка, если уходи сюда. Он может у нас пуляться... Вулканическими... Выбросами, или как это называется? Вызвать вулканический выброс. Короче, устроим апокалипсис. Сейчас упадёт. Сейчас начнётся, точнее, извержение вулкана. Да. Это просто как метеорит, блин. Но симы не могут умереть от этого. Мы можем попробовать дотронуться. Кстати, может быть... У него есть какие-то способности, и он не будет гореть. Но кажется, Дед Мороз горает. Да. И даже замерзает, кстати. Но он не загорелся. Он просто обжёгся. И даже нет никакой негативной черты характера. Реально, он не загорается. Хотя, возможно, это просто редко происходит. Да, он загорелся всё-таки. Поэтому лучше туши себя. Ай, кто-то уже тушит. Посмотрите. Лейла Илз. Так, его потушили. Так, хватит. Что вы тут тушите? Тут уже никого нету. Так, хорошо. Давайте мы, наверное, заведём ему тоже ребёнка, чтобы проверить, будет ли у него передаваться черта характера дальше или нет. Потому что это интересно. Хм. Что он ещё умеет делать? Постойте. Он ещё может улучшать качество растений, насколько я помню. Но... Вряд ли найду тут растения где-то поблизости. Да, маловероятно. Но они где-то растут. Это уж точно. Я уж так давно не играл в Сулане. Они должны быть тут. Да, вот как раз таки. Мы можем сделать дар Сулане, что как раз таки улучшает качество растений. Хоть тут и нет качества, но сейчас мы это увидим. Давайте посмотрим. Это реально очень особенный ребёнок. Мы сможем очень быстро накопить баллы счастья. Не получилось? Или что? Ожоги. Пожара нет. Не знаю, получилось или нет. Но в любом случае такое действие у нас есть. Ну и теперь надо сделать его ещё старше. И завести ему ребёнка, чтобы посмотреть, как это вообще будет всё передаваться. Поэтому... Пожалуйста, добавь свечи на торт. Я удивлён, что ещё никто не съел данный торт. Нам повезло. Я думаю, что её стоит добавить в семью. Она молодая. А, она и так у нас в семье. Постойте. Тогда нам нужна симка. Это его мать, боже. Так, нам нужна жена. Но я никого не вижу тут. Хотя, вот кто-то есть. Посмотрите, какая симка классная. Добавить семью. Её зовут, кстати, Пака... Пака... А, Уха. Уха. Скорее всего. И отправляйся, пожалуйста, домой. Тут чайки летают. Кто-то катается на гидроцикле. А ты тоже отправляйся домой. И сейчас будем делать маленьких детишек. Для начала нужно просто стать старше. Так, сейчас я его ускорю. Кстати, на туалете там изображены... Эээ... Персонажи из мультика Моана. Или откуда? Да, кажется, из Моана. Так, ладно. Сейчас я его ускорю. Остаются следы на песке. Что, кстати, очень правдоподобно. Так, всё. Отправляйся, пожалуйста, задувать свечи. Надеюсь, что никто ещё не съел. А-а-а! Твою мать! Я же добавил свечи. Когда она успела съесть? Ты чё, издеваешься, что ли? Когда она успела съесть торт? Алё. Я реально добавлял свечи. Я помню это. Клим Мороз пошёл плавать. Ну да, что ещё делать Деду Морозу, блин, в Сулане. Он, кстати, очень хорошо плавает. Неужели у него высокий навык? Третий уровень. Пение, обаяние, механика, выпечка и воспитание. Просто всё по десятке, вы прикиньте? Охренеть, всё по десятке. Откуда у него такие навыки, интересно? Ладно, я ускоряю. Потому что мне снова сейчас понадобится торт. Они тут уже заобщались. Видимо, нашли общий язык. У них скоро будут маленькие детки. Посмотрим, что они вообще унаследуют. Наверное, только черту характера, которая называется Дара Сулане. Да? А нет, Энергия Сулане. Скорее всего, именно это будет передаваться, а вот это вот уже, наверное, нет. Ещё можно было бы, знаете, сделать его магом и наследовать ещё одни уникальные черты характера, как, допустим, Древний Род. Так, добавить свечей нужно. Добавить свечей. Ну и давай, задувай свечи. Загадать желание... Загадать желание. Давай-ка. Интересно, а он будет чистым, когда станет старше или нет? Скорее всего, нет. Он также и остался грязным. Тогда ладно. В принципе, я думаю, что это не помешает нам завести детей. М-м-м... Для начала нужно будет прокачать им отношения. Сто. И здесь тоже сто. Ой. Я что-то удалил. А почему цифры удалялись? Всё, теперь можно завести детей. Романтика. Первый поцелуй. Так, это... Это парень? Постойте, это парень? Или это дева? Да... Что? Кто это? Это парень? Твою мать, ребятки, я ошибся. Я реально только что ошибся, потому что я подумал, что это девушка. Но нет. Ну... Ну вообще не похоже на парня. Боже, ребятки. Ну ладно, 21 век, так что, чему тут удивляться? Давайте поищем сейчас тогда девушку, потому что с ним у нас ничего не получится. Ну или с ней, я не знаю, как обращаться к нему. А это кто? Это симка, это точно симка, поэтому добавляем семью. Как-то неловко получилось с этим персонажем, поэтому я просто уберу его. И давайте построим отношения теперь вот с ней. Как ее зовут? Лия... Лия Хауата. Лия Хауата. Где она? Мы с ней еще не знакомы. Ладно. Телепортироваться сюда. Хотя нет, не надо телепортироваться, а вы, пожалуйста, уйдите. До свидания. Так, а мы сейчас позовем ее сюда. И попробуем сделать маленьких детишек. Вот как разки, постойте. Так, стольник. И здесь тоже стольник. Все замечательно. Отправляемся домой и заводим маленьких детей. Это, наверное, уже сгенерированная симка. Или созданная разработчиками. Как вы думаете? Что-то я раньше ее не видел. Лия Хауата. Все, вы можете делать детей? Наш эксперимент немного затянулся. Ну ладно. Сейчас у нас все получится. Как разки узнаем, проверим. Потому что меня всегда это интересовало. Как это все будет предаваться. Хм. Ой. Не надо ничего открывать. Романтика. Заключить в объятии. Рассказать анекдот. Нет, давайте мы сделаем... А, мы первый поцелуй уже сделали. Поэтому можно уже делать детей. Да. Как ее зовут? Лия. Прекрасное имя. Давайте. Сделайте нам маленьких детей. Или одного ребенка. В принципе, и одного будет достаточно. Потому что черта характера, в принципе, должна передаваться. Именно вот это. А вот это уже вряд ли. Так, надеюсь, что она беременна с первого раза. Да, она беременна мальчиком. Поэтому роды. И ты можешь уже рожать. У кого-то тут были... Видимо, отошли воды. У кого-то. И давайте я ускорю. И узнаем сейчас, кто у нас вообще родится. Никал. Никал. Хорошо. Лия и Абдурахман уже имеют ребенка. Ну и теперь остается только сделать его старше. И посмотреть на него. И какие у него будут все-таки черты характера. Очень интересно. Итак, у нас только энергия Сулани. Да, эта черта характера передается из поколения в поколение. А вот, к сожалению, черта характера малыш Деда Мороза одноразовая. И будет только у детей самого Деда Мороза, к сожалению. Ну, это печально, конечно. Но тут прямо написано, что отец Дед Мороз. Как бы тут не написано, что это может быть и внук. Ой, точнее, и дедушка. Дедушка Дед Мороз. Ну, как бы да. Думаю, здесь понятно. В принципе, ребята, мне уже тогда пора заканчивать данный эксперимент. Надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал. Так заглядывайте мое сообщество. А с вами был мистер Арманиус. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok